В 1913 году в Московской губернии насчитывалось 11 рабочих крестьянских театров. Это явление необычное тем, что в дореволюционной России народные театры воспринимались исключительно как средство увеселения, однако они шли в пути народного просвещения. Одинцова в этом смысле славилась своими театральными изысканиями. А сегодня в передаче про город мы заглянем в историю развития народного театра в Одинцовском районе. Рассказ о любительском театре неизменно начинается с Баковки. Известное дачное место в конце 19 века славилось своим летним театром, который просуществовал до 40-х годов 20-го столетия. Возник он стараниями местного жителя Федора Брока, который присмотрел место неподалеку от железнодорожной платформы 20-я верста. Земля находилась в пользовании семьи Гельгард, глава которой безвозмездно поделился участком для строительства летнего театра. Труппу набрали из местных жителей. В репертуаре были произведения Антона Павловича Чехова. Сохранились и имена актеров-любителей – Екатерина Морозова, сестры Рахмановы и Вера Ивановна Апанович, дочь станционного смотрителя. Семья Апановичей была связана с искусством. Брат Веры Ивановны руководил народным театром на Сетуне. А в доме Апановичей были сняты несколько советских кинофильмов. Об истории театра на рубеже веков повествует выставка в Одинцовском краеведческом музее. В гостях у Мельпомены – это совместный проект с Баковским культурно-досуговым центром, хранителем традиций знаменитого дачного поселка. Среди экспонатов – театральная афиша 1917 года, которая приглашает на спектакль и бал. Указано место и время, а также возможны изменения на случай непогоды. Интересная деталь – внизу афиши приписка. Все собранные средства поступят в пользу поселкового комитета. Театральная жизнь в Одинцово, наверное, очень громко сказана, с одной стороны. А с другой стороны, это абсолютно правильное определение. Потому что Одинцово и Одинцовские окрестности – это всегда были дачные места. Причем дачные места удивительные и прекрасные. И отдыхали, и по сей пору отдыхают и строят дома. Люди удивительные в нашем районе. Это и актеры, и режиссеры, и, может быть, первые лица государства и так далее. Но до революции это было место именно интеллигенции, интеллигенции профессуры и актеров. И там, где актеры, там театр. По-другому не бывает. Поэтому были и домашние театры, которые просто были на территории дач. Просто дачники собирались и устраивали какие-то театральные действия с детьми, с бабушками, с дедушками, с соседями и так далее. Но и в том же время, до революции, был театр, площадной театр, который работал именно в дачное время. Многие актеры, великие актеры, опять же, здесь имели дачи, либо друзей, которым приезжали. И театральные действия были нередки на Одинцовской земле. Своего репертуарного театра в конце 19-го, в начале 20-го века в Одинцово не было. Зато, следуя запискам краеведов, действовал театр «Прометей», которым владела мадам Грушки. На его сцене играли артисты из московских театров, ставились короткие пьесы и выдавили. Летний театр просуществовал недолго, всего два сезона. А в третье лето шли дожди и дело мадам Грушки прогорело. Наверное, до 1970-х годов у каждой дамы в гардеробе было именно костюм или платье, которое именно было для похода в театр. Ну, если в 70-х годах это было все достаточно унифицировано, то те времена, которые были раньше, конечно, каждый человек имел именно ту одежду, в которую он ходил в театр. Причем в этом платье дама никогда не ходила ни в гости, ни на день рождения, ни на Новый год. Это было именно театральное, для выхода в театр, какой-то такой костюм или там действие. И вот мы в этой витрине собрали разных годов вещи, которые, в общем-то, символизировали именно поход в театр. Один из самых, скажем, старых экспонатов – это серебряная сумочка для программки. То есть если дама шла и по улице, или в экипажи ехала, и у нее была в руках такая сумочка, всем было понятно, что она собралась в театр. Следующая веха, когда люди ходили в театр, и дамы, тоже было сразу понятно, что она идет в театр – это лиса. У лисы были рубиновые глазки, и это означало, что именно с рубиновыми глазками – это именно лиса на выход. Это не просто лиса. К сожалению, наши лисы, глазки рубиновые утрачены, здесь просто бусинки. Но, тем не менее, все остальное абсолютно принято. Одно из важных аксессуаров для театра – это были перчатки. Ажурные перчатки. Это вот не для тепла, а именно для красоты, для того, чтобы посетить театр. Здесь еще у нас есть удивительный совершенно экспонат. Это вот такие вот перья, такое вот украшение из перьев. Конечно же, мы не можем обойти духи стороной, потому что каждая дама, собираясь в театр, использовала любимые свои духи. Ну, а вот еще на двух экспонатах уже советского периода мне хотелось бы остановиться особо. Это, во-первых, конечно же, бинокль. Очень многие его помнят, его давали в аренду за какие-то небольшие деньги. Всем очень нравилось смотреть бинокль, подводить под свое зрение, для того, чтобы рассмотреть актеров как можно ближе. А перед вами еще театральный календарь 1985 года. В общем-то, не так много ему лет. Но чем он удивителен и прекрасен? А тем, что он выпускался в начале года, и человек, который любил театр, который любил его посещать, он мог планировать свой поход в любой театр, на любой спектакль. Потому что здесь были собраны все спектакли, которые игрались, например, здесь в Москве. Еще один интересный факт из театральной биографии Одинцова. В поселке бывал известный русский актер Павел Николаевич Орленев. Выходец из купеческой семьи в юности увлекся театром. А в 1885 году поступил в драматическую школу театрального училища при Московском малом театре, где в то время преподавали Осип Правдин и Гликерия Федотова, заслуженный артистка императорских театров. Через год Павел Орленев уже дебютировал на большой сцене. Играл в провинциальных театрах, в Московском театре Корша и в труппе Суворина. Яркий и глубокий образ царя Федора Иоанновича, созданный Орленевым в пьесе Алексея Толстого, царь Федор Иоаннович, позволил раскрыть актеру его трагедийное дарование. А после 1906 года давал бесплатные спектакли для крестьян в Голицыно. Купец Василий Якунчиков, владевший кирпичным заводом Одинцова, был тесно связан с творческой интеллигенцией столицы. Его первая жена, Екатерина Владимировна Алексеева, была тетушкой русского театрального режиссера и драматурга Константина Сергеевича Станиславского. В браке родились трое детей – Владимир, Елизавета и Наталья, которая вышла замуж за художника Василия Поленова. Якунчиков был одним из учредителей русского музыкального общества, внес большой вклад в строительство Московской консерватории. А рядом с его столичным домом в Малом Кисловском переулке ныне находится Российский институт театрального искусства «ГИТИС». Интересные сведения есть и о театре в Больших Визиомах. Он возник в 1909 году. Это был один из первых крестьянских театров в России. Его называли по-разному. Голицынский музыкально-драматический кружок, крестьянский театр в Больших Визиомах и Народный театр в Визиомах. Его создатели – студенты Московского университета, Скородумов, Готовцев и житель Визиом Детской. Труппы театра составляли крестьяне и сельская интеллигенция. Играли в конторе складочно-потребительского общества, а в хорошую погоду – на улице. Свою театральную историю имеет и поселок Немчиновка. По воспоминаниям местных жителей, господа Немчиновы, владевшие здешними местами, имели свой театр в Москве. Статский советник Михаил Ардальонович выстроил театр в своем доме на углу Поварской улицы и Мерзляковского переулка в 1870 году. Театр занимал второй и третий этажи здания и сдавался в аренду различным любительским и творческим объединениям. Подобные театры в столице называли «Секретаревка» и «Табакерка» из-за того, что залы были невелики. Были на наших спектаклях? Были. Ну и как вам нравится? Ну, в принципе, ничего. Я вот с внуками так ходил на детские спектакли. Мне нравится. Очень приятно. Мы вас приглашаем на взрослые спектакли. 21 числа, 18 часов. Мне все потом Асленец и Островский. Пожалуйста, приходите. Хорошо. Спасибо вам. Десять лет назад в Одинцово появился свой любительский театр, руководит которым режиссер Светлана Лапшина. В первом составе были всего четыре актера. За годы работы театр окреп и обрел молодежную студию. Однако так и не обзавелся собственной сценой. Начинали в Мамоново, затем был театральный кружок в Баковском культурно-досуговом центре, а с недавних пор Одинцовский народный любительский театр переехал в Немчиновку. В репертуаре 15 постановок. В ближайших планах участие во Всероссийском фестивале любительских театров в Саратове. Об истории Одинцовского народного любительского театра в нашей следующей программе. Редактор субтитров А.Семкин